Здравствуйте! В эфире «Медовый месяц» программа о любви и верности. И мы, Илона Озерова, и Вадим Родин проверим ваши чувства на прочность. В нашем проекте принимает участие пара молодоженов, которые уверены в своих чувствах и друг в друге. Несмотря на сравнительно недолгий опыт жизни в браке, они уже готовы поделиться некоторыми секретами счастливой семейной жизни. Мы вас, уважаемые телезрители, знакомим с парами участниками, а вы определите путем смс-голосования тройку финалистов. Смс-голосование начнется после того, как будут представлены последние участники проекта. Ну а самая лучшая пара будет удостоена главного приза от нашего генерального партнера – туристической фирмы «Лазурный Бриз» путевки за границу на «Медовый месяц». Сегодня мы знакомимся с предпоследней парой молодоженов – Анной, Сергей и Жуковой. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и по традиции первый вопрос – почему решили принять участие в нашем проекте? Вот по радио услышали то, что проходит такой проект «Медовый месяц». Я очень сильно заинтересовался и решил предложить жене. Жена думала как бы, долго так думала. Сомневались. А после того, когда еще увидели по телевизору пару, ну решили все-таки попробовать. Согласилась. А у вас есть домашние видео? Да, есть, но немного. У нас тоже есть ваши домашние видео, и поэтому к вашей коллекции мы прибавим еще и свой сюжет. Давайте посмотрим. Молодожены Сергей и Анна Жуковы коренные анапчане, но познакомились они не на улицах города, не в парке и не в анапском ресторане. Они нашли друг друга в социальной сети интернет. Сначала просто переписывались, узнавали друг друга получше, а когда интерес стал возрастать, одного общения стало мало, и Сергей пригласил Аню на первое свидание. И она пришла, правда немного опоздала, но Сергей этого не заметил. Настолько был ослеплен ее красотой. Я стоял, ждал Аню возле Белого дома, там как обычно подобавить с розами, ждал. Ну, когда вот увидел просто вживую, я просто даже не ожидал, что вот у нас как бы отличие очень такое большое. Так, на фотографии красивая, а вообще пришла прекрасная. Буквально на следующий день он предложил ей встречаться, и она согласилась. Отношения развивались медленно и романтично. Сергей был настоящим джентльменом, красиво ухаживал, дарил цветы и подарки. Такой вежливый, вот такой воспитанный, галантный такой вообще. Спустя какое-то время молодые решили, что пора знакомиться с семьями друг друга. Аня с родителями Сергея познакомилась официально на семейном ужине. Ей очень понравилась мама Сережи, такая добрая, ласковая, отзывчивая, признается Анна. Они сразу нашли общий язык и подружились. А вот Сергей с тещей познакомился неожиданно. Случайно встретились на улице. А как получилось, она шла с одной стороны за киоском с мамой, я шел как бы с другой. В этот момент, когда я говорю, ты где? Она говорит, на родине, мы встречаемся. В этот момент. Незапно. Незапно, мы так удивились. И Аня такая говорит, вот, Сережа. Я была с мамой тогда, да. Это говорит, познакомься, это моя мама. И вот я вот так вот познакомился. Ну а когда знакомство с родителями состоялось, уже пора и о свадьбе подумать. Тем более, что на тот момент у молодых уже не было никаких сомнений в правильности своего выбора. Ну, когда общались, как бы, посмотрели, что мы друг без друга, как-то, ну вот, не получается у нас. И как-то вот стало понятно через столь короткий срок, что это любовь, это навсегда. День свадьбы был очень радостным и долгожданным. Это важное событие в их жизни ничто не могло омрачить. Оно получилось именно таким, как они мечтали. А сразу на следующий день они зарегистрировали свой брак на небесах. Обвенчались. Причем с полным осознанием всей ответственности и значимости этого обряда. Обвенчание – это, во-первых, благословение на брак. Как бы, ну, так мы заключаем брак документально, а это как бы, ну, на небесах как бы считается. В жизни молодоженов полная гармония и не хватает только звонкого детского смеха. Влюбленные мечтают о ребенке и уже планируют его рождение. Сережа и Аня познакомились в Анапе. Здесь учились и работают. Они очень любят этот город и благодарны ему за то, что они нашли друг друга именно здесь. Очень любим этот город. Любим в нем гулять. Покупаться на море любим лето. Мы очень счастливы, что здесь родились и живем. Встретились здесь. Пожалуй, у каждого есть свой секрет счастья. У семьи Жуковых он таков. Надо от каждого дня, как бы, вот в совместной жизни надо, ну, брать вот это вот, как бы, вот эти все плоды этой жизни, надо их брать каждый день, чтобы... Да, тенеть каждый день и устраивать праздник. Это вот быть сплоченнее, ни на что не обрететь внимания. Продолжение следует... Вы решили заключить свой брак на небесах. То есть вы уже уверены в своих чувствах. А как к этому шагу отнестись ваши друзья и родители? Мы решили обвенчание сами. И об этом рассказали на садовстве. Мы все обрадовались, так удивились. Вот. То есть положительно отнеслись, да? И за вас порадовались. Здорово. Давайте перейдем от духовной жизни, все как мирской. Как у вас складывается быт, разделение на мужская и женская работа? Нет, ну, быт у нас складывается, я бы даже сказал, замечательно. В нашей семье не подразделяется на мужскую и женскую. Если что-то делать надо, да, по дому, мы стараемся делать это вдвоем. Помогать друг другу, а просто без помощи никак. Ты вот так смело говоришь, а вот, допустим, больше ты готовить умеешь? Если, допустим, Аня, просто приготовься, у нее... Я не умею, конечно, больше готовить, но я помогу его приготовить ей. Как бы я никогда не откажусь от этого всегда. Только чтобы она, как бы, не сильно утруждалась в этом, я всегда стараюсь помогать. Ну, а кто в вашей семье главный инициатор, так сказать, идейный вдохновитель? Ну, смотря в каких вопросах. Бывает, что инициатор я, бывает, что инициатор Анна, там, там, пришел с работы, пойдем-ка погуляем. Вот, уже пошли, приходим на следующий день с работы. Аня говорит, давай что-нибудь по дому поделаем. Как бы у нас именно нету такого, что кто-то именно один инициатор. Мы стараемся все делать поровну, как бы на равных. А как вообще проводите свое свободное время? Стараемся на природу ездить, гуляем, там, к морю ходим, родителей посещаем, само собой. Как у вас с бухгалтерией в семье? Кто главный бухгалтер? Кто следит за казной? Ну, за работчики вообще, как бы, мы идем с ней вместе, да, но, как бы, бухгалтерию я, ясное дело, доверяю жене, потому что жена в этих вопросах, как бы, намного лучше, а, как говорится, мужская доля, всегда хочется куда-то что-то потратить. И я стараюсь, как бы, доверять это все дело жене. Ну, а какие-то конфликты из-за того, вот, как тратить совместные деньги у вас возникали? Нет, из-за денег не возникает. Я хочу вот телевизор, а вот мне нужен холодильник. А, ну, было такое, да? Нет, ну, как, это был не конфликт, а просто хотелось, как бы, телевизор. Да, как телевизор или холодильник, или стиральную машину, но мы все-таки решили телевизор купить и не прогадали. А кто, получается, уступил? Я уступила. Он меня долго уговаривал, давай лучше на это, давай, давай. Ну, а вообще скандалов из-за денег, это, я считаю, это вообще не серьезно, это не по-мужски, вообще-то не по-семейному. В вашей жизни деньги вообще? Ну, это не главное. Представьте такую ситуацию, вы выигрываете в лотерее миллион. На что вы его потратите? Начнем, наверное, с Анны. Вот вы выиграли, ну, вы наверняка будете советоваться с супругом. Конечно, я как бы... На что бы вы хотели сами потратить эти деньги? Купить себе, как бы, шубы? Три. Нет, я так не думаю, что, ну, можно, например, там, куда-то поехать отдохнуть, ну, и, там, машину купить. На миллион, в принципе, можно решить многое, но, конечно, вот я соглашусь с женой о том, что, конечно, хочется съездить куда-то отдохнуть, даже желательно за границу, потому что за всю свою жизнь, ну, ни я, ни она, как бы, не бывали в таких местах, прям, экзотических. Возможности, да. Ну, будет миллион, ну, и будет, уже тогда решим. Но вы уже готовитесь в лотерее, принимаете участие? Играете? Да, да. Ну, иногда играем, как бы. Выигрываете? Ну, да. Но миллион пока нет. С трудом, и максимум. Не было такого, да. Исследования ученых, сексологов и психологов говорят о том, что каждая семейная пара проходит в своем развитии определенные кризисные периоды. То есть вы знакомы с этим, и как к этому готовитесь, и как относитесь к трудностям, которые вам предстоит пройти? Каждая семья развивается по-своему. Будем как-то стараться делать так, чтобы, ну, не было этих конфликтов, там, на этих определенных годах жизни. Назовите по очереди лучшие качества друг друга. Что вы цените больше всего. Сережа у меня очень внимательный, талантливый. Ну, что могу сказать, жена у меня, ну, она красивая, она умная, она сдержанная, она, как сказать, сама по себе такая уникальная. А как вы видите свою старость? Старость, я думаю, что будут все рядом близкие, дети и внуки, как бы свой дом. Большой дом, я бы сказал. Да, большой дом и беседка. Большой дом, в котором собралась вся наша семья, начиная там мы, там наши дети, внуки, правнуки. Детей примерно много? Ну, двое-трое точно есть. Да. Будем надеяться, что самый оптимистичный вариант у вас обязательно осуществится. У вас есть девиз в вашей семье? Конечно. Любить, доверять и друг другу во всем уступать. Да. Как бы девиз такой замечательный, стараемся его чтить, соблюдать. Да, не забываем о нем. Да. Ну, что, спасибо вам большое за ваш разговор, за вашу откровенность. Но я напоминаю вам, что сегодня мы знакомились с пятой парой молодоженов. Это Сергей и Анна Жукова. Следите за ходом нашего проекта, впереди у нас знакомство с последней парой, после чего мы открываем СМС-голосование. И вы, уважаемые телезрители, определите тройку финалистов, которые поборются за главный приз, путевку за границу на медовый месяц. Смотрите нас каждый вторник на канале Анапа-регион в 19.45. И, конечно же, любите друг друга. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Крупнейший застройщик и надежный партнер Сергей Иванович Антипин. Ред-отель. Воплощение утонченности и максимального комфорта. Ресторан – это всегда отменная кухня, уютный зал и живая музыка. Сауна – это современная парная и огромный бассейн с подогревом и гейзерами. Ред-отель. Все, что нужно для непринужденного отдыха. Анапа. Анапское шоссе 1В. Корпоративы, юбилеи и романтические вечера в ресторане Ред-отеле. Телефон заказа – 34920 и 8918 065 65 30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова